всем привет раз уж вас сюда занесло итак battle brothers наш варлок майнард с его другом гоцельмом гоцельм у нас двуручник в будущем вот не знаю булава или молоток вполне неплохо выглядит больше ему ничего не выдали тесак тесак вряд ли выносливости надо уйму молоток или булава тоже звучат неплохо и как мы знаем быстрые руки наверное топ для любого двуручника они будут плюсом берсерки всякие у нас есть это что кстати а это рукопашка давайте быстрые руки возьмем а там уже не важный уже и до молотки длинные есть и булавы треснул короткой свапнулся треснул длинные все это мы знаем так чего тут на роли лое здоровье и выносливости посмотрите выносливость нам нужно как тяжу но ее часто дает хп тоже не помешало бы наверно надо брать плюс 4 то не так часто дают так отлично отлично теперь сюда у нас тут мега каравани щит длинные я помню нам предстоит кстати кстати да игра обновилась но вроде бы все работает вот здесь почему-то все время сбивается не знаю после перезапуска игры это надо ставить показывать чертежи что можно сделать если хотя бы один ингредиент есть по моему это топово и так мы узнаем что вот нас есть зубы из них можно сделать либо гранату огненную чем мы пока вообще никогда не сделаем какие-то мы фриты либо оушен на резолв для этого пауки и альпы нужны мне ни того другого не надо значит мы этот зуб просто продадим нафиг так давайте возьмем караван попробуем прокатиться пять дней мега опасно мега деньги и возьмем раз уж нам еще аванса дали так я думаю давайте возьмем в любом случае монаха каким бы он ни был он будет собирать у него есть скиллы на хилл на может быть медицину нам любой подойдет крайнем случае потанкует и вот я думаю может какого-то лучничка посмотреть из браконьеров мне бы луч никто не помешал нашу пати танковать есть кому надо кому-то урон наносить здоровье резов выносливость легкие железные чушь ты стрелять только не умеешь атака защита тоже железные легкие нефига тоже и тоже бесполезный опа опа-па и выносливость и плюс рейндж скилл и минус мили скилл ммм мхм-хм-хм ну иди сюда ох ты ох ты а монах то не так прост 42 скилл конечно это 72 максимум смотрите-ка у нас танк щит на щиты нет специализации к сожалению ну в принципе в принципе посмотрите как бы на гоцельма посмотрите на фритуната по звездам одинаково по характеристикам кстати защита у них одинаково сейчас а тут третий уровень тут первый на 42 атаки можно сделать из него танка со щитом блин у него и мечей то нет одноручных можно из него сделать кривого двуручника в принципе живучего у него есть хилл у него есть холи флейм в пати с варлоком это конечно любопытно вот это кстати полезно а подождите из него можно сержанта забабахать какого-никакого у него тут есть плюшки от резолова да да слушайте-ка на культистов не работает так мы не культисты это танкобаффер у нас это саппорт в принципе можно например ему цепь дать который нивелирует щиты и тем самым немножко даст ему скилла слушайте полезный парень если выживет то он прям полезный ты теперь албой под сотку ренч скилла мили скилла под 90 выносливость только нимба у него из брони только нимбу ну в ваниле это прямо гибрид что качнем гибрида у него есть алибарды у него есть арбалеты у него быстрых рук нету ой 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 зато щит есть и металлок нет да как блин это клевый метатель это клевый арбалет плюс полиарма но без быстрых рук может из него прачника сделать ладно посмотрим слушать сделать из него прачника который если которому если подошли он достает дубину и фигачит дубиной держи палку в карман так шлемик может прикупим деньги есть денег очень мало добро пожаловать так еды нет но нас покормят медицины конечно мало 18 в день мы жрем но сейчас будет монах копать медицину знаете весь вопрос в том 18 в день сможем ли мы едя на караване 18 в день а у него газеринг плюс 50 браконьера то так ну я думаю всей толпой мы сможем накопать медицины майнер пусть тренируется наверное ну поехали что такое не успели отъехать ой говорили мне русские надо кстати у кого был русский у тех вроде после патча вышедшего на battle brothers все поломалось а вот у меня были только легенды и вроде все работает тфу 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 а так это просто ко мне пришли и говорят мы нам нужно больше людей я найму больше когда мы сможем себе это позволить скоро мы кого-нибудь наймем поверьте мне нам никого больше не надо мы наймем больше когда сможем себе это позволить они говорят что они что раз у нас нет денег они готовы поделиться спасибо за ваши жертвы тысяча крон они понизили свое жалование или повысили они мне в долг выдали или блин ладно прикольно надо будет пересмотреть сколько я их нанимал сколько они брали в день так следы кого-то грызли тут весело ладно поехали защита это хорошо ехать нам очень очень далеко вот вон туда в деревеньку в которой дешевая медицина это нам на руку так не снялись не снялись ресурсы о медицина как и еда не тратится пока мы нас снабжает караван ой как хорошо а мы вон 20 накопали за неполный день мы в принципе в плюсе мы в принципе в плюсе а так еще лучше так мы сейчас накопаем себе полный полную тележку может даже снять на тренировке нашего гоцельма ой как хорошо там да вот смотрите 39 да не снимают так бродяга какой-то прячется от знатных мы его не выдадим мы не знаем показать вообще три направления к нам к нам присоединился добро пожаловать в рандом кого-то приняли кстати мне сказали что та коса написали в комментариях по крайней именно именно та коса воскрешает после убийства через несколько ходов поднимает короче людей как зомби дружественных но что-то на ней этого не было написано в бою я этого не заметил так что и продал я посмотрел специально пересмотрел серию продал я ее в той деревне в которую мы едем если там будет коса по-моему она была наполовину поломанная выкупим обратно попробуем но наверное она уже пропала так что у нас тут плюс дэмэдж в хэт очень мало мили скилла мало атаки мало стрельбы защиты хорошо и все и все бесполезный грузчик его можно использовать как мясо на задании чтобы он помер ну чтобы он втанковал вместо кого-то но стоит ли может его сразу выгнать давайте вот что сделаем давайте поставим на тренировки нашего бойца а этого новичка поставим копать морковку на охоту или на разведку можно поставить еще этого браконьера но пока не надо хотя мы уже накопали прилично нам еще ехать и ехать ладно поехали так и вот пока мы едем как раз нам долго ехать неизвестно что будет происходить или будет ли вообще я хотел немножко поговорить я думал это как раз сделать в телеграм канале который я для этого и завел но слишком долго как-то писать неудобно в формате разговора все-таки удобнее на видео наговорить а там посмотрим так вот со звуком у меня давно проблемы они меня раздражают я чумок сделал не особо помогает похоже надо менять микрофон и все будет нормально я в общем-то могу себе это позволить в отличие от многих стримеров я работаю что-то даже зарабатываю я по меркам Москвы и немного но если кто-то захочет и у кого-то главное есть возможность меня поддержать наверное уже к этой серии или может быть к следующей я в описание добавлю специально сделаю карточку опа следы читаю в лесу номер карточки добавлю если кто-то есть возможности желания поддержать вот может на это сделать я посмотрел всякие сервисы для донатов все хотят комиссии просто за то что они есть такие красивые пока просто попробуем через карточку где-то поранился хорошо что не убился вот какой микрофон я фиг его знает большая часть стримеров сидит на HyperX этот Quadcast и вроде как у них все хорошо наверное я такое возьму относительно недорого все пользуются красивенький так кто-то в лесу идет и не вышел вот что-то еще хотел ну пока так просто одно дело говорить когда ты собрался о чем-то говорить другое дело говорить пока ты чем-то другим занимаешься даже смотришь на игру 48 медицина а у нас уже максимум нет на 170 73 стрелы 129 да у нас максимум медицины можно снимать с медицины людей но мы уже почти приехали по 400 опыта нифига себе нифига себе так а куда их на тренировку тоже поставить этот пусть на сборе так и сидит еще я хотел поболтать про всякое некоторое во мне сидит мне надо кому-то это рассказать вот это будете вы как знают да что ты будешь делать спасибо за воду святую как знают алды мы собирались переезжать в Германию даже вот в ноябре мы ходили уже в посольство за визой но по причинам которые я пока что не могу озвучить скоро вы все узнаете о починили была разрушенная починили так вот переезд откладывается как минимум до ноября ой все вылапнулись но а в ноябре сами понимаете мы сейчас в марте что там в ноябре будет еще посмотрим так что предварительно у нас переезд был намечен с апреля по июнь возможные варианты поэтому я не очень собирался покупать вот какую-то технику чтобы ее потом тащить и все такое прочее теперь все это откладывается это лето стопроцентно мы здесь значит надо чинить велик надо брать наконец микрофон вот давайте пролевелапаемся я думаю нам очень очень не хочется брать какой-то не боевой талант но я думаю нам надо взять вот это вот консервация в два раза уменьшить затраты медицины в день потому что сейчас 18 жрет каждый жрет каждая тушка жрет по две медицины а так будет по одной я думаю я думаю нам надо это взять так ой смотрите три атаки три защиты все что хотите один из вариантов прокачки вкачивать вот это это и инициативу потому что тут есть дамажащие скиллы и они скелятся от инициативы но без мили и ренч скилла вроде как ты не будешь никуда попадать но это не точно может быть у меня идеальный ролл вообще для варлока и не надо вот эту половину вообще качать качаешься в заклинание тут целиком заклинание и всех раздамаживаешь направо налево давайте миль скилла наверное возьмем 70 защиту конечно всегда хочется взять но ее блин как не было так и не будет это чисто второй ряд у нас без вариантов так наш будущий двуручник тяж ну тяжу гантельку гантельку атаку защиту и что 3 хп уже как-то маловато выглядит против 4 выносливости наверное выносливость возьмем так наш новоиспеченный монах он два уровня аж получил пока мы доехали при том что он полпути морковку собирал ночью он плохо видит зато он очень храбрый очень храбрый но очень кривой прям очень и копий у него никаких нет и мечей в киллах но это будет наш хилер хилер баффер или дебаффер на защите на выносливости а что по броне и средней броне ну кстати нормально тяжело он не особо потащит выносливость нужна средняя нормально слушай ну тоже полезный вариант полезный то есть вот так всегда резолф тоже надо бы брать но уж не двоечку явно выносливость всегда 4 хп 3 атаки не брать 3 атаки это какое-то святотатство конечно ну блин может вообще не качать ему атаку или 72 для цепа нормально 72 для цепа может быть и нормально давайте брать совсем уж не брать атаку как-то я не знаю выпали ему звездочки на двуручник кривой двуручник будет или одноручник с дуэлистом кстати почему двуручник сразу дуэлист есть есть разлом брони а дуэлиста нет поэтому и не дуэлист на улице фигачит ливень чтоб вы понимали чтоб вы понимали за окном март и сугробы по колено и на это все сверху фигачит ливень так книжечку брать адаптация кстати для такого кривого адаптация звучит как план вот медицина из-за чего я его собственно брал увеличивает максимум медицины еще резолф все бафает ну книжку бы надо адаптацию бы надо он получился неожиданно хороший и не хочется брать ему фигни давайте наверное адаптацию и наверное среднюю броню которой у него пока нет это чтобы он просто выжил броней обзаведемся так ты очень интересный товарищ ты точно нимбл да какая тебе тяжелая ты точно нимбл у тебя есть скиллы на рейндж дев в атаку и защиту в атаку и инициативу инициативу в защиту и колосс есть ну выносливости инициативы мало хп давай 3 защиты конечно соблазнительно по 60 уже неплохо тут ничего не дали рейндж дефа давай рейндж дефа возьмем раз тут ничего не дали 69 как бы рейндж скилла плюс плюс один вижен плюс инициатива плюс хп плюс додж спринт еще есть лук проща арбалет вот его навыки и двуручный меч блин были бы быстрые руки кладешь за пазуху двуручный меч обрадованный орк подбегает к твоему стрелку чтобы его бить он достает из штанов двуручный меч рубит орка пополам так слушать это интересный парень интересный парень плюс 12 рейндж скилла на прощу или на короткий лук короткий лук по-моему фигня какая-то а вот проща проща мощное оружие у него плюс вижен он может далеко фигачить из хорошей прощи прощник с алибардой за пазухой когда проща не работает или арбалет так ты ты чисто тушка тебе и защита ты не нужна потому что ты должен танковать за кого-то другого так ну пошли посмотрим медицина по 260 дороговато потому что у них у них люди пропадают вот же незадача ладно ладно а что по заданиям по заданиям как раз террористы из-за которых люди пропадают но у меня уже полная медицина в принципе мне не сильно надо вытащить этих террористов на какую-нибудь стражу можно а люди о гербалист газеринг плюс сто процентов ты нам нужен вообще без вариантов коллеги министрель министрель не нужен ли нам министрель еда нам нужна мало ест быстрый хп инициатива защита нимбл есть есть только нимбл и есть или средняя броня тоже есть нимбл хп инициатива плюс мили деф но ему нужен резолф без резолфа нафига нам министрель вроде бы это все все три скилла кстати танковые защита инициатива додж если у него есть есть и хп тоже защита ну как бы танковывание при нимбле очень защищенный министрель но будет ли он бафать неизвестно неизвестно ой-ой ой-ой-ой так слушайте слушайте так это же брат это же брат нашего священника потерянный в детстве у него у него так же много защиты мало атаки и резол во тьма так и он и он может хилить он может хилить и вот он может собирать кроме травки еще всякое интересное два танка так еда нужна даже задорого нам нужна еда сколько мы едим в день 14 это нам на два дня и мясо можно взять как раз как раз его поедят сегодня это завтра на три дня еды недорого броники шляпы стараемся не подставить новичков а там посмотрим так это не те же следы это какие-то друг вот те следы что нам надо так ополченцы есть уже хорошо ополченцы ушли куда-то вниз так вот наши 16 начасов 10 ополченцев наверное мало на 16 начасов хотя мои зомбики не теряемся вот и они капитан и 9 милиционеров на 16 начасов плюс мои зомбики плюс мои зомбики или нормальную стражу отвезти а то они отъедятся и будет плохо милиция сама на них агрессирует или нет похоже что нет они не могут на них агрессировать они крестовые справится ли это ополчение его сожрут а я буду виноват давайте попробуем такие две линии четкие капитан с нами стоит в тылу молодец соображает у них куча копий кстати если они встанут стеной щитов будет нормально так так я бы к ним не подходил потому что они могут ротировать и тогда привет так одна т2 не достаёт наша рогатка бац получи по носу неплохо а еще можно стрелять 3 очка действия выстрел 4 очка прицельный 100% в голову прикольно можно прицельно но это если попадешь тогда точно в голову попали точно в голову не знаю кому правда так зовем зомбиков ты фланг держи не знаю так вы охраняйте майнер да давайте мне здесь так ополченцы что-то не спешат вперед идти хорошо что эти назад не отошли поднимаем копия нормально будет в то раз так делал зачем вы этого вперед выставили так капитан вообще красава можно можно вот сюда вылезти не можно а придется нашего закрыть парня будут ли они меня бить если сюда проскочит я вот думаю насчет репоста наверное нет мастерства копья нет нету мастерства копья ополченцев так нацхеры пошли на прорыв и они вниз смещаются что рогатка такая себе пока так вот эти двое хитрецов не ходили если убить они подойдут и сожрут но я с одного удара то не убью наверное давайте вайтанем так куда-то сюда пойти можно кстати из ополченцев хп пососать 20 вот 20 нормально так сюда мы наверное не будем врываться давайте одного вниз пошлем а одного наверх так он там вытанкует всех на это мне тоже не очень надо милицию не жалко главное чтобы их телами не отъелись это единственное что меня волнует ну и фрагов потырить было бы неплохо милиция кстати агрессирует и правильно делает сейчас вопрос вот выдержат ли они удар если да то нацхеров сейчас задавят так прикрываем майнарда ты прикрывай зомбика зомбик дороже чем ты или косой помахать из заднего ряда союзники мешаются такого союзника наверное сейчас сожрут я подозреваю опа мимо голова фу мимо голова минус голова и труп под него отлетел ой 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 вот этого надо убивать как-то он он т3 станет если он станет т3 он порвет всю эту милицию и меня вместе с ней т2 то ладно хотя тоже опасная на нашем уровне я начинаю жалеть что я вписался в бой вместе с милицией этой так может ему в голову или два выстрела просто давай два просто ой хорошо в голову попали ну не умирайте чужого они в голову с таким шансом дают офигеть так режьте эту тварь да режь не защищайся его надо грохнуть ну попал уже хорошо ты бежишь нам тут т2 отъедаются нам надо больше зомби милиция сейчас упадет похоже так нас уже больше по численности но это еще ничего не значит зомби рискуют но они для этого рождены не встать ли нам в репост наверное нет я думаю зомби не будет танковать ну то есть хпшками он будет танковать и броней вряд ли по нему будут промахиваться так вот ты отойди не мешай ты должен выжить пьере гоцельм наверное надо идти сюда наш танчик танкеточка пока еще маленькая сюда пойти но тут в окружении одному этого сожрут что делать тут капитан в принципе должен затащить пошли прикрывать этот фланг он сейчас тут падать будет смотри не попадают надо было в репост совать сейчас бы две ответки уже дал это пока не страшно вот это кстати очень неприятно окружение гоцельма четырьмя это прям плохо сейчас будет ходить убьем ли мы его нет наверное он сейчас всю хп отожрет и моральку бафнет или 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 ой 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 он решил добить это ошибочка вопрос куда тело его упадет тут тело лежит тут лежит тело если сюда будет неприятно я хотел убить и закрыться щитом ой минус морали как хорошо под меня тело упало отлично хорош лучше бы этого только бил так наверное надо сюда и бить вот этот парень потанкует так ой хорошо как мы мораль сбиваем если этого убью вот этот подбежит его дожрать знаем мы их а или вот этот вообще еще побежит этот можете сюда пожрать а под ним тоже вроде труп лежит давай вот так так подмога подмога один вниз один наверх так из кого тут можно хпшечку забрать давай из тебя 20 хорошо так ты на помощь давай капитан ну хотя капитан должен справиться если не побежит а кто его знает побежит он или нет дальше не хочу идти хорош так может и травку пока поищешь пойдешь далеко уводить не хочу потому что вот какой-нибудь забегающая гуля побежит туда и получится неприятно оба получи так это нормально нормально это нормально эти две бегут отлично это не очень нормально ой хорош как он их сделал как он их сделал один соло так где у нас тут т2 вот вот что-то мы у меня не попадаем хорош а сюда мы с вейта подойдем наверно ну бил таки убил и помер так мимо может его подставить под удар да давай мне его не жалко еще пенсию платить пусть в бою погибнет получается тут не очень-то и нужен был зомби ну пусть будет так а вот этому стану бы отвесить не отвесили так полечиться полечиться вот здесь тут уже не особо полечишься 15 хп тоже неплохо выскочил гад так две т2 это уже сомнительная история нормально эй-эй-эй-эй-эй как танку прилетела ты что делаешь ты что делаешь не надо так делать 80 процентов мимо понял пошла к черту тварина так на помощь или убегающего прикрыть давайте две зомби и капитан они разберутся или нет или нет вот этот зомби красавчик вздержал фланг соло практически чтобы это не вернулось тут хоро а какая у нее была мораль я не заметил он сразу и два флага накинул или три это я не ожидал нормально он стан ее отправил о все фулл хп а вы говорили зомби лишних продать потому что я их мало много все равно не призову сколько я призвал четыре я теперь фулл хп могу еще пяток призвать если бы бой был таким что зомби я терял они бы мне пригодились никакие они пока что не лишние можно пойти на халяву побить на часа ой 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 все побежали все побежали и я побежал рогатка почти сломалась ты с дубиной неплохо должен обращаться так вы еще не ходили давайте вы походите не надо мне фраги воровать честно заработанные ой ты ну ладно зря что ли адаптат сухопил бедняга от кровотечения отъехал капитан подышал от кровотечения спер фраг ты ж не убьешь с одного удара не убил оставь майнорду а майнорд не добился одного удара ну ладно значит так все того не догоним все кончено ты смотри какой не хочет помирать наш грузчик бродяга так пошли получим так смотрите как красочки очень много красочек все дешевле номинала у меня две с половиной тысячи не закупиться ли мне красочками чтобы их продать ой лучше улучшенные палатки и и хиллер и собиратель еще и скаут только дорого все я думаю с улучшенной палаткой один единственный наш травник будет меня обеспечивать полностью медициной может покопить на палатку так зубы мне не нужны как мы выяснили в крафте рога надо посмотреть ну пока не нужны пока не нужны так этого паренька я думаю надо все таки выгнать или он еще потанкует также телом вот кстати у него есть перманентка если его выгнать в ваниле то можно будет нанять сержанта ну типа его отправить на пенсию чтобы он тренировал новичков а здесь здесь это где вот этот тренировочки не а вот подожди нужно иметь как это солдата на пенсии мастера меча или наемника или гладиатора с перманентным ранением то есть надо кто перманентка только кого-то из этих четверых и он еще в отряде должен быть а не уволенный или тут ор не на месте стоит или гладиатор должен быть вот здесь после запятой а потом ор нет да блин наверное не будет мне возможность нанять заработок 8 в день не знаю он нам явно не нужен вопрос помрет ли он а так конечно пусть помрет в битве с него же может тоже тело зомбика выпасть союжников то тоже падает все никаких увольнений всем смерть на поле боя вот только защиту ему не очень хочется качать потому что он должен получать удары вместо кого-то если он будет много защиты будут бить не его так смерть на поле боя это почетно что бы ему взять то такого бесполезного бесполезного так наш двуручник будущий мастерство пока брать не будем я пока не знаю чего у нас оружие это пока такого нет а что ему можно взять ресайленд ротацию кстати можно взять чтобы он мог вытащить кого-то из опасности выносливость у него есть да слушайте ротация да и для двуручника звучит неплохо поменялся с кем-то местами вдарил молотком да так 70 миль скилла почти уже так 4 хп 4 выносливости 65 здоровья больше 60 это уже более-менее колосс у него еще есть как-нибудь наверное возьмем наверное выносливость на ротацию на доспех потяжелее так с тобой открыт вопрос открыт вопрос наверное между сериями подумаю кого из него и сделать так серия выйдет раньше чем точнее я следующий буду снимать прямо сейчас после этой и поэтому ваши советы я не успею услышать кого из него делать в общем я подумаю между сериями сейчас сяду и подумаю что из него можно сделать может быть правда прачник я люблю прощу я умею и пользоваться кстати в реальной жизни интересная такая штука и опасная да не сделать ли мне прачника какого-нибудь мега опасного я вот эти скиллы еще посмотрите просто чтобы на серии не тратить на это время вам уже скучно вы выключили ладно слушайте мы неплохо прокатились на караване мы резко набрали народа вот любопытный парень вот два полезных во первую очередь а во вторую а во вторую посмотрим когда они прокачаются слушайте если они будут друг друга хилить и танковать как не в себя с резолвом там размахивать дебафать и бафать себя мне кажется это будет очень интересная парочка фритунат и пире французы у нас прям какие-то подъехали ладно спасибо что смотрели интересненькая серия вроде бы плюс много всего рассказал ладно увидимся следующей серии всем удачи всем пока 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 пока